Если прошлые жизни существуют, значит ли это, что в этой жизни мы связаны с теми же людьми, что и в прошлой? Я спрашиваю, потому что после прохождения вашей программы моя жена спросила, «И зачем я только вышел за тебя?» «И зачем я только вышел за тебя?» Я думаю, что многие задаются таким вопросом. Если кто-то задает вам такой вопрос, то нужно обратить внимание на себя, что происходит с вами. Если после многих лет совместной жизни вам задают такой вопрос, вам нужно обратить внимание на себя. Не на предыдущей жизни, но на то, как вы живете в этой жизни. Поэтому, если у кого-то из вас возникают мысли, «И почему я только с тобой?», не думайте о прошлых жизнях, обратите внимание на то, как вы живете в этой жизни. Это очень важно. Думаю, это все из-за болливудских фильмов. «Джанам-джанам-джанам-джанам». В новых фильмах этого уже нет, не так ли? Вы выросли на фильмах 70-х, 80-х годов, поэтому вы все джанам-джанам. В новых фильмах все молодые люди… Им уже не джанам-джанам-джанам. Они думают об отношениях, сроке годности и… Если в поисках истины вы руководствуетесь фильмами, тогда вы напрашиваетесь на проблемы. Если вы сейчас с кем-то только потому, что верите, что так было в прошлых жизнях, это ужасный способ быть с кем-то. Нет? Я сейчас с тобой, потому что мы были вместе во многих прошлых жизнях. Это ужасная причина быть вместе, не так ли? Я сейчас с тобой, потому что хочу быть с тобой. Это прекрасная причина, не так ли? Я с тобой, потому что в прошлых трех жизнях… Пожалуйста, не нужно создавать таких кошмаров в вашей жизни. Если вы уже три жизни были друг с другом, не пора ли расстаться? Нет? Ко мне постоянно подходят люди и спрашивают, «Садхгуру, был ли я с вами в прошлой жизни?» Почему вы думаете, что если мы встречались в прошлой жизни, я бы захотел встретиться с вами снова? «То, что произошло вчера, не имеет никакого значения». Вы же пытаетесь придать значение тому, что произошло, могло произойти, вы даже точно не знаете, тому, что могло произойти в другой жизни. Это все равно, что… о своих школьных и студенческих годах практически все говорят, «О, это были золотые годы моей жизни». Мы знаем, какими золотыми были эти годы. Вы были постоянно в напряжении, до смерти боялись экзаменов, ненавидели своих учителей и не хотели ходить в школу. Эти годы кажутся вам золотыми, потому что они уже позади. Больше вам не надо ходить в школу, поэтому эти годы кажутся вам золотыми. Так же вы будете думать и о своем браке после того, как… Если эти годы будут казаться вам золотыми после того, как ваш брак распадется, что в этом хорошего? Если вы думаете так, пока вы в браке, это замечательно, не так ли? Если после того, как все закончится, вы думаете, «Все было чудесно, но…» Ничего хорошего. Если вы думаете так, все еще находясь в браке, это замечательно. Так что не тратьте время, Ройс, в прошлом. Эта память увечит вас. Она не дает вам использовать ваш ум как инструмент проникновения, инструмент, позволяющий открыть другие измерения жизни. Теперь вы… Теперь вам нужна вся предыстория, давно всеми забытая. Только так вы можете найти какую-то связь между собой и супругом. Как это печаль? Не делайте так. Постарайтесь ценить человека, который сейчас перед вами, за то, какой он или она сейчас, а не за то, какими они были когда-то. Сейчас, в современном обществе, вас ценят не за то, кем был ваш отец, а за то, кем являетесь вы. Вас ценят за то, кто вы. Вот что важно, не так ли? Чей ты сын? Чья ты дочь? Это не важно. К сожалению, большинство людей все еще так думают. Важно то, кто вы, не так ли? Да. Важно, кем вы стали, а не кем был ваш отец. Это большой шаг от феодализма к тому, что называется современным обществом. Оно немного хаотично, но это довольно значительный шаг, не так ли? Да? Никто не спрашивает, кто ваш отец, и смотрит только на то, кем являетесь вы сами. Разве это не большой шаг? Но еще 50-100 лет назад, никто бы даже не посмотрел на вас, не спросил, кто вы. Вас только спросили бы, кто ваш отец. Да? Все изменилось. Значительно изменилось. Копаться в прошлых жизнях — это хуже, чем спрашивать, кто ваш отец. Кто вы сейчас? Вот что важно, не так ли? Что вы сделали со своей жизнью? Это самое значимое. Поэтому не тратьте свое время и жизнь, роясь в прошлом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Продолжение следует...